Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Друзья, сегодня мы с вами поговорим о том, что мы с вами желаем своим близким, самым уважаемым, хорошим людям. Мы им желаем здоровья, желаем здоровья мы и себе. Речь пойдет о том, насколько же мы можем сохранять это здоровье, как обстоят дела в сфере тех, кто занимается охраной здоровья. Ведь есть у нас еще и, скажем, отдельные организации и представители профессий, если так можно сказать, которые, скорее, наверное, служат все-таки золотому теленку, а не думают о том, как помочь гражданам. Поэтому нам с вами нужно будет сегодня для себя разобраться. И помогут нам в этом эксперты. Алексей Борисович Давыдов, исполняющий обязанности ректора Тверского государственного медицинского университета. Здравствуйте, глубокие уважаемые радиослушатели и телезрители. Игорь Вячеславович Алышев, член общественной палаты Тверской области, руководитель рабочей группы по вопросам здравоохранения и демографической политики. Добрый день, уважаемые телезрители. Юлия Михайловна Скугарь, заместитель руководителя территориального органа Росздравнадзора по Тверской области. Здравствуйте. И Вячеслав Анатольевич Грек, председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Коллеги, вот пандемическая угроза, которая на нас всех обрушилась, она заставила очень многих переоценить, изменить отношения к людям в белых халатах. И мы действительно стали воспринимать врачей как полубогов. Потому что многим они сохраняли жизнь, порой жертвуя сами своим здоровьем. На этом фоне существует и другая сторона. Когда для всех нас не секрет, существует масса каких-то очень сомнительных конторок, которые, понятно, что сориентированы лишь на извлечение прибыли, и совершенно далеки от того, чтобы приносить помощь людям и оказывать, как это сейчас принято говорить, медицинские услуги. Конечно, вот так и хочется сказать. Но медицинская – это помощь. Оказание услуг – все-таки это несколько иное. И врача я бы не ставил все-таки служителя сферы обслуживания. А врач вот для меня, в моем понимании, это действительно полубог. И от того, все-таки в чьи руки попадают сегодня пациенты, от того, как мы сами настроены все-таки обезопасить себя, получить исчерпывающий объем информации, зависит, какой результат мы получим. Вот я бы, наверное, все-таки хотел попросить сейчас Вячеслава Анатольевича нам помочь разобраться, вот как профсоюз может встать на защиту своих членов, в частности, когда речь идет о том, что имидж, качество обслуживания, появление сомнительных организаций на этом, ну, не хочется говорить рынке, но тем не менее, наверное, уже рынок медицинских услуг, такая сейчас терминология присутствует. Вот. Как все-таки здесь действительно хороших врачей выделить, как их обезопасить, какой поставить заслон на пути вот таких там, скажем, не очень добросовестных товарищей, которые скорее несут нам проблемы, нежели здоровье? Сергей Николаевич, спасибо за хороший вопрос. Хочу сказать, что, к сожалению, сегодня действительно вот есть такие фирмы и фирмочки непонятные, которые непонятно как формируются, и действительно туда уходит часть наших врачей, наших медсестер. Почему это происходит? Ну, я хочу сказать, что Тверская область, конечно, расположена очень близко к Москве. Ну, два мегаполиса, они у нас, конечно, забирают кадры. Да, и естественно, почему туда уходит, потому что там высокий уровень заработной платы в Москве. Точно так же получается и вот в этих конторах. Там, к сожалению, нам неизвестно, работают ли наши медицинские работники по трудовому договору, имеют ли какую-то защиту, но, вероятно, их больше всего привлекает заработная плата, которую они там получают. И вот на этом фоне мы как раз вместе с законодательным собранием нашей Тверской области в этом году обратились в Государственную Думу с законодательной инициативой. И произошло изменение в 144-й статье Трудового кодекса. Теперь правительство может устанавливать должностные оклады, то есть менять систему заработной платы, по сути говоря. И вот мы на прошлой передаче как раз об этом говорили. И вот это право свое правительство Российской Федерации как раз сейчас осуществило. Буквально на днях проект принят, издан о том, что ввести новую систему оплаты труда для медицинских работников в учреждениях здравоохранения, муниципальных и государственных учреждениях здравоохранения. Значит, этот проект как раз будет сейчас рассматриваться на трехсторонней комиссии на уровне Российской Федерации, куда тоже входят профсоюзы. И мы надеемся, что как раз базовые должностные оклады будут формироваться правительством и будут одинаковые на всей территории Российской Федерации. И они будут значительно больше, чем на сегодняшний день. Потому что сегодня мы видим реальный все-таки перекос. Существует. Допустим, давайте мы с вами хотя бы поймем, какие цифры. Вот базовый оклад молодого специалиста здравоохранения. Какие это цифры сегодня? Да, это порядка чуть больше 7 тысяч рублей. Хотя у нас есть с вами минимальный размер оплаты труда. И, казалось бы, эти цифры должны как минимум коррелироваться. Да. И мы как раз и с нашим министерством здравоохранения Тверской области в отраслевом соглашении заключили, что добиваться увеличения в структуре заработной платы должностного оклада не менее 55-60%. И, кстати говоря, вот эта идеология, она сейчас, я так думаю, что будет реализовываться на уровне уже правительства Российской Федерации. И вот несколько будет регионов пока что в этом участвовать. То есть это пилотный будет запускаться? Это пилотный проект, да. Но я думаю, что и до нашей Тверской области это дойдет. И вы знаете как, достойная все-таки заработная плата, она будет, ну, как один из мотиваторов все-таки. Потому что вот именно, а как тогда действительно, да, закрепить специалистов? Ну, друзья мои, понимаем, что вот 8 с половиной тысяч рублей зарплата, ну, понятно, там какие-то будут дежурства ночные, еще что-то там. И она не будет там 8, она будет больше. Но это настолько смешные цифры, ведь речь-то идет об охране, здоровье. Здоровье это самое ценное, что дано нам нашими родителями и Господом Богом, согласитесь? И, наверное, тут вот как-то хотелось бы видеть более активных движений в плане того, чтобы интересы медицинского сообщества, особенно тех людей, которые работают вот в первичном звене, да, ведь они становятся, как правило, вот таким передовым отрядом. И в случае пандемии это подтверждено было и все остальное. Вот, конечно же, здесь надо пересматривать. Мне сигнализирует, у нас сейчас идет звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. День добрый. Вот, как бы, зарплата это один из факторов. Но вот отношение людей к медикам, она тоже неоднозначная пациентам. Вот у меня мать работает, да, и ей приходится, вот, нелегко выслушивать от людей всякие недовольства. Понятно, что есть шарлатаны и целители, да. Но опять же, медикам тоже пришлось непросто. Они вот, наверное, сильнее всего, вот, пандемия показала, в каких они условиях работали. Скажите, вот вообще, как бы, профсоюзы, как отстаивают пара врачей? И слышат ли сегодня профсоюзов? То есть, прислышивается ли к вам власть? Вот, как-то получается в это направлении работать? Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Мы вас услышали. Спасибо. Я хочу сказать, что профсоюзы сейчас набирают силу. Мы сотрудничаем со всеми социальными партнерами. Это с исполнительными органами власти, с законодательными органами власти. Очень тесно сотрудничаем с нашим министерством здравоохранения. Сотрудничаем с университетом, с медколледжем. То есть, как раз с теми заведениями учебными, которые выпускают наших медицинских работников. Выполняют кадры. Выполняют кадры, да. Вот, поэтому, естественно, без вот такой общей команды, без взаимодействия, мы с мертвой точки этот вопрос не сдвинем. И вот последний, это наш проект вместе с министерством здравоохранения. Вот Сергей Евгеньевич Козлов как раз попросил нас поехать в районы, посмотреть, как работает наше первичное звено. Это касается фельдшерско-акушерских пунктов. В каких условиях находятся наши работники. Значит, укомплектованность ФАПов и вообще, где есть ФАПы, а где нету. Понимаете, вот этот вопрос очень серьезный на сегодняшний день. Александр Анатольевич, спасибо, мы поняли, что эта работа идет и будет продолжаться. А сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Ну вот, мы снова в студии. Я понял так, что все-таки действительно у нас движение со стороны профсоюзов в направлении защиты прав медицинского сообщества усиливается. Это очень хороший тренд. Я надеюсь, что он все-таки будет набирать обороты. И важно, чтобы от этого в целом потом получало положительный эффект все общество. Потому что мы все нуждаемся в медицинской помощи, квалифицированной, качественной. Вот зачастую мы должны понимать все-таки, как обстоят дела с платной медициной, с тем, что у нас проходит в рамках обязательного медицинского страхования. Потому что, согласитесь, получается зачастую, что граждан, ну вот как-то там футболят, и он не успевает. Или, допустим, нужно пройти какие-то исследования, а ему говорят, ну там через три месяца придешь или еще что-то. Вот нам надо поговорить хотя бы вот об этих порядках, о нормативах, которые, скажем, существуют. О том, как у нас гражданское общество все-таки реагирует на ситуацию, связанную с здравоохранением. Ну и то, с чего мы начали. Насколько же все-таки у нас соответствуют высокому званию врача отдельные учреждения здравоохранения. Я вот буквально короткую историю расскажу сам, с чем столкнулся. Для многих не секрет, как уже сейчас назойливо одолевают звонками, придите, пожалуйста, на обследование. Мы вам там проведем то-то, мы проведем все. Но я как человек уже искушенный понимаю, что следует ожидать. Но мое профессиональное любопытство оказалось сильнее. Я думаю, я схожу, посмотрю. И вот здесь, недалеко от стадиона, прихожу, интересное, хорошо оборудованное помещение, обвешанное стендами с возможными лицензиями. Меня записали. Говорят, вы такой-такой? Говорят, да, я такой-то, такой-то. Сейчас, пожалуйста, назначенное время, ждите. Я подождал, захожу в кабинет, сидит молодой человек. Ну, а мой профессиональный интерес, конечно же, он не позволял мне, чтобы мы перешли к обсуждению каких-то моих болячек. Поэтому я начал с того, что поинтересовался у молодого человека. Я говорю, а вы мне расскажите сперва, пожалуйста, о себе. Вот вы являетесь врачом, какая у вас специализация? Может быть, вы фельдшер, может быть, вы медбрат, что вы заканчивали, где и как вы работали? А он на меня посмотрел так удивленно, а он, оказывается, закончил техникум в одном из райцентров нашей области. Не медицинский. Совершенно не имеющий никакого отношения к медицине. Я говорю, позвольте, а как же вы меня собираетесь диагностировать? А у него на столе, знаете, я сразу вспомнил свое пионерское детство, стоит такая цветомузыкальная приставка. Там четыре тумблера и пять лампочек. И, понятно, нажимаешь такую лампочку, надо чистить печень, нажимаешь там другую лампочку, тебе подбирают диету, и все остальное, пятое и десятое. Представляете, да? То есть, мы о чем говорим? Вот с такими вещами сталкиваются очень многие. Больше того, людей погружают, давайте возьмите там кредиты, вот вы же там уже чуть ли не при смерти. Вот у вас, пожалуйста, как вы вот это считаете? У вас у всех есть опыт. Настя Николаевич, вы уже очень начали, так сказать, путь пациента на отстаивание своих прав, и вот чтобы от, как бы, первый предупредительный шаг, да, это наличие для пациента проверка лицензии именно на медицинскую деятельность. Вот вы сказали, что увешан лицензиями, но надо внимательно читать, на что лицензии. Может быть, у него лицензия на изобретение, на какой-нибудь там патент, и так далее. То есть, подходим очень щепетильно и внимательно. То есть, мы подходим именно на лицензию на медицинскую деятельность. И второй момент, с чего вы начали спрашивать, и совершенно верно, это наличие образовательных документов. То есть, если вам навязывают ту услугу, которой нет в лицензии на медицинскую деятельность, или отсутствуют образовательные документы, то вам, ну, как бы, пациенту вам следует развернуться и уйти из данной медицинской организации. Это единственный способ, который вы можете обезопасить себя на первом этапе. Если все-таки вам навязали медицинскую услугу, оказали медицинскую помощь, то, в принципе, и вы считаете, что она некачественная, то вы можете обратиться в наш Росздравнадзор. И мы, соответственно, как бы проведем проверку на оказание качества безопасности медицинской деятельности. И самое главное, что государственные медицинские организации, что частные, они обязаны соблюдать порядки, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. То есть, частная медицинская организация не освобождает от того, что они могут делать то, что им бы захотелось. То есть, назначать какие-то обследования, не входящие в эти порядки и так далее. Для того, чтобы к нам обратиться, единственное, что хотелось бы, мы также действуем в рамках существующего законодательства. Поэтому ваше обращение должно содержать указание фамилиями отчества, если на бумажном варианте «Э», обязательно подпись. Либо, если вы заходите на нашем сайте, у нас на сайте Росздравнадзора по Тверской области, есть раздел «Обращение». И для того, чтобы мы провели проверку, необходимо авторизироваться в единой системе идентификации. Если вы по каким-то своим не желаете проходить данные пути, мы также проведем... То есть, сохранить анонимность? Да, анонимность нельзя. То есть, если вы просто... То есть, в любом случае, надо заявительный характер, чтобы четко определиться. 59-й федеральный закон об обращении граждан предписывает, что вы должны оставить фамилию, имя, отчество и адрес. Отсутствие подписи просто не дает нам права сделать проверку. То есть, это не совсем анонимно, мы его рассматриваем, проводим проверочные мероприятия. Если видим нарушения, то законодательство нам позволяет выйти также на проверку, просто этот путь будет маленько дольше. Право проводить проверки у нас как в отношении государственных учреждений, так и частных. То есть, не надо гражданам считать себя, вот, как бы, если есть государственное, то можно обратиться, а если частное, то это вроде как бы вакуум. Нет. То есть, частные медицинские организации, имеющие лицензию только на медицинскую деятельность, также подконтрольны. Я прошу прощения, сейчас вас немножечко перебью, мне сигнализирует у нас опять звоночек в студию. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. В поликлиниках у нас огромные очереди, и не хватает терапевтов и узких специалистов. Все врачи уходят в платную клинику, медицину, и на бесплатном приеме, ну, не уделяют столько времени и внимания, сколько необходимо. И иногда один и тот же врач в бесплатной больнице говорит, что человек здоров, а в платной медицине выписывают десятки направлений на обследование. Актуально ли еще клятва Гиппократа? Так, ну, здесь, может быть, все-таки переадресовать попробуем, Алексей Борисович, к вам вопрос. Потому что подготовка кадров – это вот ваше предназначение. Да, Сергей Николаевич, я хотел бы сначала обратиться, вот отвечая на этот вопрос, я хотел бы сказать о том, что действительно подготовка кадров осуществляется постоянно в Тверской области, у нас есть свой университет, нам в этом отношении повезло, и у нас, как бы сказать, каждый год мы выпускаем подготовленных врачей. Больше того, современное законодательство позволяет направлять на работу на сегодняшний момент выпускников. То есть сразу же они работают врачами-педиатрами участковыми, врачами-терапевтами участковыми. То есть они достаточно подготовлены в этом отношении. Говорить о том, что они уходят в частную медицину, тоже не приходится, потому что на сегодняшний момент частная медицина, она небольшой процент занимает объемов в медицинской помощи, но, тем не менее, это является какая-то подспорья. Ну, кстати, наверное, не надо обрушиваться на частную медицину в целом, потому что тут ведь тоже достаточно широкий спектр от каких-то там пройдох и негодяев, и мы знаем массу примеров, когда высокий профессионализм, качественные условия и высочайшего уровня медицинская помощь оказывается в подобном роде. Частная медицина, частная медицина и рознь. То есть мы все как-то вот в одну... Ну, здесь как бы, я понял... Есть частная медицина, а есть глаза принято. В вопросе, наверное, самое главное, это действительно ли клятва Гиппократа. Ну, на сегодняшний момент клятва Гиппократа имеет историческую, как бы сказать, большую значимость. Уже после этого была клятва советского врача, клятва врача России. В любом случае, любой врач обременен клятвой. Это непростые слова, это обязательства, это ответственность перед законодательством. Но я хотел бы сказать еще о морально-этическом стороне этого вопроса. Дело в том, что, когда мы говорим с врачом, вот Сергей Николаевич начал свою историю, очень интересную. Она в том, что вот он рассказал, по сути дела, мастер-класс, как надо знакомиться с врачом. Если вы хотите иметь хорошего врача, вы должны прожить с ним всю жизнь. То есть этот врач у вас должен быть один. Он должен знать вас, вашу семью, он должен знать ваши болезни. Если вы такого врача найдете, а начинаете вы с того, что все же вы узнаете, профессионально ли он годен или прочее, а дальше вы налаживаете свои взаимоотношения. И тогда складывается на такой вот врачебно-пациентский симбиоз, который позволяет своевременно отслеживать развитие каких-то заболеваний. Я большую часть жизни своей проработал в онкологии. И знаю, что основа лечения рака, любой локализации, это ранняя и своевременная диагностика. То есть врач должен заподозрить, что-то произошло не так, еще симптоматики никакой нет, у пациента еще ничего не болит, а уже проблема началась. То есть мы говорим, что дитя не плачет, и мать не разумеет. Значит, наверное, первые какие-то шаги... А вот доктор, врач первого контакта, это врач участковый. Я вот почему говорю, что не надо метаться от врача к врачу, а надо, как бы сказать, относиться к врачу с уважением и знать о нем, и он будет знать о вас. Да, взаимно. Взаимно, потому что только первый контакт, только этот человек, участковый терапевт, сам должен как-то все-таки изъявить желание и выразить небезразличие к собственному здоровью, правильно? Безусловно. Ну, как бы, не всегда даже многие воспользуются возможностью пройти бесплатную базаризацию. Хотя это же прекрасная возможность хотя бы посмотреть на свое здоровье глазами специалистов. И с гордостью сообщают, я в больницу не ходил всю жизнь. И ходить не буду. А вот сейчас у меня рак запущенный. Лечите и делайте со мной, что хотите. Как быть? А сделать ничего невозможно. Ходить на диспансеризацию. Ну, вот здесь я еще услышал все-таки, какие нотки в этом вопросе. То есть, все-таки, клятва Гиппократа, ну, понятно, что это уже скорее символ некий. Но оно очень интересное. И действительно, мы видим в обществе такое вот искривление. И многие, многие действительно сегодня идут по пути служения золотому теленку. Но вот к тому мы вернемся опять, о чем мы говорили с Иосифом Анатольевичем. Заработные платы в размере 8 тысяч, наверное, вряд ли позволят достойно жить человеку. А сколько учиться надо, Алексей Борисович, сегодня для того, чтобы стать врачом? Ну, да, это требует достаточного времени. И больше того, это учение непрерывно. Оно не оканчивается на университете, оно не оканчивается на ординатуре. Врач должен учиться постоянно. Раньше производили доплаты, вот, например, в медуниверситете, когда-то на литературу. То есть, мы, там, немного совершенно, там... Символические литература была недорогой. Литературы, чтобы врач имел возможность постоянно начитывать, каждый день знакомиться с новым. Сейчас есть система непрерывного медицинского образования. Там тоже работают разные организации, в том числе и частные образовательные организации. Когда вот мы говорим о халтурщиках-шарлатанах в медицине, а не том, что о платной или неплатной медицине, то есть такие же халтурщики и в образовательном процессе. И когда мы смотрим образовательные документы врача, тоже надо обращать внимание, что должна быть серьезная организация, там, лучше это федеральные образовательные учреждения. Потому что тоже формируются такие вот конторки типа рога и копыта, которые печатают удостоверение. Я вот столкнулся с тем, что знакомился с дипломом медицинской сестры, а стоял, как я не понял сначала, в чем заквозка, просто стояла печать с гербом РСФСР. Уже давно орел двуглавый, а стояла такая печать. То есть вот на такие вещи тоже надо обращать внимание. Такая сила подготовки, Алексей Борисович, то есть еще с советских времен вот осталось прям и печать, и знания, наверное. Но везде же есть и плохие, и хорошие, и шарлатаны. Конечно. И наша с вами задача сегодня вооружить нашу зрительскую аудиторию знаниями, которые помогут. Понимаете, ведь наш канал, я вам скажу, сегодня провести целый цикл программ, проблемы здравоохранения, они очень масштабные. Их очень много. Вот у нас еще мне сигнализирует звоночек. Пожалуйста, говорите его в эфире. Добрый день. Вот сейчас слышал очень много рекомендаций по поводу взаимодействия, где лечиться, взаимодействия пациента, врача. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А вы сами где лечитесь? Хороший вопрос. В тех же больницах мы прикреплены в те же больницы по месту либо прописки, или месту работы. Я где работаю, я там и лечусь. Нет у нас пациентов в центральной кремлевской больнице? Нет, никого нет. В тех же очередях и тех же больных. Дело в том, что я хотел бы сказать, что, наверное, выбор врача лечащего у нас определен. Мы можем выбрать, и можем в центральной кремлевской больнице. Есть механизм, как туда прикрепиться и прочее. Но вот я хотел сказать одно, что у врачей есть одна, наверное, официальная закрепленная такая льгота. То есть врач не должен стоять в очереди. То есть в очереди бывает. Вот он может очередь обойти на прием к другому врачу. Но у врачей есть другое счастье. Мы знаем многих врачей. Мы формируем у себя изначально, ну, как бы, команду тех врачей, с которым советуешься. Советуешься не всегда по своим болезням. По болезням своих близких, родственников, знакомых, своих же пациентов. То есть отдаешь тем, кто лучше. Ну, коллегиальное решение, естественно, это путь. Да, знаем. И вот это знание, оно может и передаваться и простому потребителю медицинской услуги, который не находится в структуре медицинского сообщества. Вот здесь, наверное, очень важно в рамках этого вопроса понять, действительно, вот обеспокоенность есть у граждан. Как же все-таки общество может регулировать, влиять, контролировать ситуацию здравоохранения? Игорь Вячеславович, вот вы как руководитель профильной рабочей группы, как вот мой коллега по общественной палате. Мы с вами находимся в одном общественном совете, причем здесь практически все присутствующие. Четыре из присутствующих, четверо из присутствующих, членов общественного совета. Да, вы являетесь членами общественного совета региона здравоохранения здравоохранения. Вот, и поэтому, наверное, нужно все-таки обозначить, какие существуют механизмы со стороны общественности. Ведь мы говорим сегодня о том, что существует структура Росздравнадзора. Это одна часть вопроса. Но мы еще раз должны вспомнить, дитя не плачет, мать не разумеет, насколько мы сами активны и что мы можем сегодня делать. Вот мы же с вами очень хорошую практику организовывали, помните, приема личных обращений к гражданам. Это было очень интересно. Пожалуйста, Игорь Вячеславович. Практика выездных встреч и практика приема граждан, которые мы были с вами, да, и с вами, Вячеслав Анатольевич. Кстати, из Максатихи до сих пор звонят. Тут был вопрос по лекарственному обеспечению. И он был решен в течение одного дня и получили льготные лекарства. По поводу вот этих квазиклиник, которые еще и расплодились на фоне ковида. На фоне ковида каким образом? Что лечение постковидного синдрома, да, то есть, мы видели много там. Вот это, вот это, да, и корень солодки, да, обязательно. У нас, а наша коллега, замечательный профессор, доктор экономических наук Галина Константиновна Лопушинская всегда говорила такую фразу. О чем бы ни шла речь, речь всегда идет о деньгах. И вот эти квазиклиники, вот эти, якобы медицинские клиники, они, их цель это зарабатывание денег, денег больших. Я убежден и говорил это неоднократно, что вот это вот безумное кредитование, когда кредиты можно получить в каждой подворотне, когда кредит доступнее салфетки на столе в ресторане. Эту практику надо кончать. Ну, это несерьезно. Рекламу кредитов, вот таких вот, да, где ты пришел, тебе уже навязали, что мы видим, мы же очень много знаем случаев, обращений, когда приходят пожилые люди, и ей вот с помощью вот этого тумблера и трех лампочек ставят диагноз, что у нее ушиб всего, ей надо срочно лечиться. Менять органы. Да, менять органы, а для того, чтобы там, а необходимо, сто тысяч. И здесь ей оформлять. А тут надо выходить, законодательство, тут еще, во-первых, необходимо, можно обращаться, Роспотребнадзор, правоохранительные органы, также можно обращаться в общественные организации, в общественные пола. Которые сегодня практически не используются, согласитесь? Вообще не используются. А общественным организациям необходимо выходить, имеющим право нормотворческой, законодательной инициативой, выходить уже на федеральный уровень о регулировании вообще кредитной политики в Российской Федерации. Потому что не должны выдаваться кредиты ни в магазинах, ни в центрах оказания услуг, нигде. И они не должны, это должно быть решение взвешенное, обдуманное. Человек понимает, что он кредит может получить в банке. Он не пойдет куда-то в другое место. Он должен взвесить и пойти. С вами не можем не согласиться, что кредиты не должны быть такими доступными, но тем не менее у нас тема программы, она более как бы узкая. А когда не будет этой возможности, они будут им неинтересны. Ни вот эти бабушки, ни эти тумблеры, ничего, не весь этот цирк, который в этих организациях происходит. Всемирная организация здравоохранения дала четкое определение, что такое здоровье. Это состояние психического, физического и социального благополучия. И вот эти три кита, на которых стоит нормальное здоровое общество, мы и призваны для того, чтобы их поддерживать. По поводу медицинских работников всех, буквально на этой неделе. Все хорошо, да, там оплата, заработная плата, да, переданы на федеральный уровень порядок формирования тарифной политики, да, имеется в виду оклады, назначение окладов и всего остального. Семь пилотных регионов выбраны, по ним уже будут сделаны фокус-группы и будут применены. Но на этой неделе в Государственную Думу на портале правовых актов было внесено закон на рассмотрение, то есть подготовка к рассмотрению на любом чтении закона о приравнивании медицинских работников к военнослужащим. То есть это будет служба, да, уже? Служба, да, уже? Служба, да, уже? Служба, да, уже? А это уже совсем другое дело. То есть что это менять будет? А это даже если заработная плата будет в государственной клинике меньше, чем в частной клинике, но на пенсию он пойдет в 30, и у него пенсия будет гарантирована 35. То есть это ряд социальных гарантий дополнительно, которые будут мотивировать людей, находиться в отрасли. Да, сюда же мы можем включить и сертификацию на жилье, да, то есть это тот законопроект, который поможет в корне изменить. То есть вот это очень важный момент, наверное, да, на виду с тем, что вот эта восьмитысячная зарплата, как сегодня, да, прозвучала, ну, конечно, другим словом, как позор, это, наверное, назвать сложно. Извините, я, может быть, слишком резок в своих суждениях, но тем не менее, вот именно так это хочется назвать. Значит, все-таки сегодня делаются и результативно, причем уже шаги в направлении того, чтобы создать механизмы закрепления мотиваций для работников здравоохранения. Перспективы, как вы их оцениваете? Потому что в 20-30 тысяч разница заработной платы, но с одной стороны у тебя соцпакет, как железобетонный дом, а с другой стороны, что ты заработал, на то ты поживешь. То есть здесь вот этот, если Государственная Дума примет в том виде, в котором она есть, это кардинально изменит соотношение и положение вещей в здравоохранении Российской Федерации. То есть вот он действительно механизм. И второй механизм, который уже на уровне Министерства здравоохранения Тверской области рассматривается. Мы много лет, да, у нас более 7 тысяч ставок среднего медицинского персонала, физических лиц на них чуть больше трех. Ну, представляете, что это такое, да? То есть стоят быстрее в два раза, в два раза больше. Почему? Есть же все-таки показатель, сколько там, по-моему, двойной уровень средний по... 1,25, да. И вот за счет вот этого количества ставок добираются зарплаты для того, чтобы соблюсти как бы формально... Да, а как можно работать на две ставки, да? И именно здравоохранения Тверской области. И мы неоднократно, и Свячеслав Анатольевич, и мы с нашим советом, помните, да, выходили о целевом наборе в колледже. Когда люди будут поступать вне конкурса, когда они будут учиться и возвращаться в первичку. Что такое первичка? Это основа основ. В первичное звено обращается более 60% населения России. Более 60%. А по Тверской области, учитывая ее уровень заболеваемости, возрастную категорию, то это и 80%. А во многих некому работать. И вот Минздрав Тверской области пошел немножко другим путем. Сейчас рассматривается вопрос, прорабатывается уже где-то на выходе, да, о компенсации платы за обучение в средних медицинских учреждениях, в колледжах. То есть, там, девочка, мальчик поступают из деревни в колледж, да, на платной основе стоит, там, например, 25 тысяч рублей, там, семестр, да. И Министерство здравоохранения, заключая договор целевого обучения, возвращает эту сумму. Мы тут имеем две вещи. При целевом, который в университете, если он не приехал, у него может какие штрафные быть, в сумме выплаты стипендии. То есть, это полтора месяца работы в Москве. Все. А здесь, ну, чуть побольше, там, да, это надо суды пройти и все остальное. А тут будет сумма за весь период обучения. Да. И проще отработать, чем ее вернуть. Да, это такой, скажем, действенный механизм. Но вот, смотрите, есть все-таки здесь, я вижу, позитивные определенные моменты. Во-первых, все мы с вами помним послание президента Российской Федерации, в котором было четко обозначено, что будет приоритет определен на увеличение бюджетных мест. То есть, в частности, для подготовки специалистов в области здравоохранения и образования, то есть, и культуры. То есть, это вот приоритетные направления. И наш губернатор Игорь Михайлович четко обозначил, и уже у нас есть информация, Алексей Борисович ее не раз озвучивал, то, что количество бюджетных мест в Тверском вузе медицинском также увеличивается. То есть, это определяет... И не только в бюджетных, но и целевых. Целевых, что важно. И прозвучало, знаете, что мне вот очень понравилось еще в послании президента, что 75% от вот общего объема увеличения бюджетных мест в вузах, выпускники, 75% будут оставаться на местах. У нас сейчас телефонный звоночек, и мы... Пожалуйста, говорите, вы в студии. Ага, добрый день. Здравствуйте. Вот мне нужно сделать МРТ головного мозга. Скажите, пожалуйста, каким образом в обычной поликлинике по полюсу МС я смогу сделать это бесплатно? Какие там правила или вот законы, какая схема сама? Вот какому врачу нужно сначала к терапевту, потом к неврологу? Или каким образом вот это можно сделать? Спасибо. Вопрос такой частный, но я понял... Частный, понятный. Наверное, да. Наверное, я прокомментирую, да, вот эту ситуацию. То есть начиная с прошлого года, если до этого компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, это были все-таки как бы достаточно трудно получаемые по полюсу МС услугами, то на данный момент в рамках тарифицированных услуг выделены объемы большие, которые могут получать специально для пациентов, но по назначению врача. То есть здесь хотелось бы именно сделать акцент на том, что это врач рекомендовал. Да, то есть не пациент определяет для себя, если, например, невролог определяет, что нужно сделать магнитно-резонансную томографию, там, головного мозга, спинного мозга для диагностики, то тогда он выписывает направление, ну, как правило, это еще при врачебной комиссии в медорганизации, и в соответствии с Минздравом Тверской области разработана маршрутизация, если компьютерного томографа нет в данной больнице, да, и мы говорим это АЦРБ, то тогда пациент направляется, записывается и в соответствии с ТР-программой, там сроки ожидания составляют, по-моему, три недели, если я не ошибаюсь, на получение данного вида обследования по полису обязательного медицинского страхования. Объемы большие, то есть на данный момент потребность магнитно-резонансной томографии, та, которая выделена на 15 тысяч исследований на год, это вполне достаточно для Тверской области, то есть собирались данные. Пока статистика как бы говорит о том, что запрос, вот, да, соответствует тому, тем возможностям. Конечно, 20-й год это был, так скажем, тяжелый год, да, он унес свои особенности, да, но объемы магнитно-резонансной томографии не были выбраны, то есть из того объема, которое было дано, и оставались еще возможности это сделать. Компьютерная томография 36 тысяч исследований, ну, чуть побольше на данный, на 21-й год, то есть если врач определяет, что вам нужно компьютерную томографию пройти, также по полюсу вы это проходите. Механизм тот же самый, что и с магнитно-резонансной томографией. Поэтому на данный момент, если навязывая, ну, как бы врач говорит, вы лучше сходите к платному, да, врачу тут у нас ждать долго, надо обратиться либо в саму медицинскую организацию к администрации, либо в страховую организацию медицинскую, где полюс ОМС какой вам выдан. То есть они стоят на... Вот вы прямо опередили мой вопрос, сняли с языка, что называется. Ведь нужно действительно владеть информацией, куда и как обратиться. У нас есть и ФОМС, и страховые организации, и зачастую пациенты просто этим ресурсом не пользуются вовсе. Да, ресурс, куда можно обратиться пациенту по защите своих прав, он, в принципе, как бы, именно если брать государственное учреждение, он довольно большой. То есть непосредственно администрация больницы, она решает порядка, наверное, 70% вопросов непосредственно на месте по оказанию, если существуют какие-либо проблемы. Просто из опыта, исходя к нам, иногда обращаются пациенты, помогите мне там или организуйте медицинскую помощь. Ну вот это не наша полномочия, не Росздравнадзора, а организация оказания медицинской помощи. То есть это либо главный врач, Министерство здравоохранения Тверской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, либо страховая организация. Поэтому, как бы, защищать свои права пациенту нужны. Вот я еще хотела сказать, что вот те вот, которые, как вы называли, шарлатанскими организациями, очень мало обращений. То есть, допустим, к нам не было обращений на защиту прав, что обратились в эту контору с тумблером. Нет, то ли пациенты не знают, куда обратиться, то ли решают, что их права никто не защитит. На самом деле это не так, поэтому даже если обращение к нам поступит, и это что-то не будет входить в наши полномочия, то мы знаем, куда отправить это обращение, в чью полномочия это входит. То есть пациенту уже дальше не надо тыкаться, то есть его обращение дальше пойдет. Достаточно направить в органы здравнадзора территориальные, и уже последовательность будет определена. То есть единственное, что хотелось бы немножечко разграничить, оказание медицинской помощи это не наше, и если соблюдение правил и условий оказания платной медицинской помощи, это управление Роспотребнадзора, то есть вернуть деньги, договор не заключили или еще что-либо. Наша это именно качество и безопасность медицинской деятельности, и соблюдение лицензии. Если у организации, как правило, вот этих шарлатанских нет лицензии, то это управление Министерства внутренних дел. Но даже, я еще раз хочу сказать, что даже если вы вот услышали, что есть Роспотребнадзор сейчас, и направите, мы не скажем вам, что это не наша полномочия, и не отфутболим обратно. То есть мы отправим в ту организацию, которая компетентна в решении данного вопроса. — Большое спасибо, потому что вот это важно. Друзья мои, и так вот все-таки время неумолимо движется вперед, и мы подходим уже к завершению нашей сегодняшней программы. Вот обратите внимание, мы говорим одновременно о том, что слишком низок сегодня уровень оплаты медработников. Алексей Борисович, а конкурс-то у вашего вуза колоссальный, наверное, самый высокий. И как вот здесь это противоречие понять, почему же так люди рвутся в медицину и в высшее учебное заведение, и даже среднее. Тем не менее, это все происходит. Вот очень хорошо, что Юлия Михайловна нам достаточно подробно, скрупулезно и детально рассказала о том, как и куда нужно обращаться. Ну а мы, в свою очередь, как средство массовой информации, видим вот тот общественный запрос для того, чтобы людям помочь разобраться в океане вот этих непонятностей, которые сегодня возникли, чтобы избавить себя от рисков попасть, ну, скажем так, в не очень чистые руки, да, и к не очень честным людям. Это не нужно делать. Здоровье, еще раз повторюсь, это то, что даровано нам свыше, и спасибо нашим родителям, которые родили нас здоровыми и дали нам все возможности. Нам важно это пронести по жизни. Ну а качество жизни, как мы с вами понимаем, и здоровье, это два совершенно тесно связанных параметра. Поэтому, вот в связи с этим хочу отметить, что наш канал начинает целую серию программ, посвященных здравоохранению, где мы затронем самые больные и интересующие население темы, и постараемся помочь. При этом наша задача, как и у врачей, не навредить. Вот, информировать население и помогать ему разбираться в сложных вопросах. Вот в чем смысл цикла тех программ, которые стартуют на нашем канале. Я хочу от всей души поблагодарить наших уважаемых экспертов, что нашли возможность принять участие в нашей программе. И, уважаемые друзья, буквально по два слова нашим зрителям в завершении сегодняшней передачи. Спасибо, Алексей. Я хотел бы пожелать всем телезрителям и радиослушателям доброго здоровья и помнить о том, что наше здоровье личное в наших руках располагается. В первую очередь, если мы себя заботимся, если правильно понимать слово, что мы любим себя, то мы проходим диспансеризацию, ходим вовремя к врачу, не доверяем слухам, ориентируемся на медицину. А также хочу присоединиться к Алексею Борисовичу, напомнить нашим уважаемым тверетянам по поводу диспансеризации, которая проходит в государственных медицинских организациях практически везде, в любом месте ее можно пройти. Болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить. И в свете того, что сейчас у нас все-таки пандемия, она не заканчивается, пока она еще есть, хотел бы напомнить уважаемым жителям Тверской области по поводу вакцинации. Не забывайте, примите для себя это решение, обезопасьте себя, родных и близких. Всего вам доброго, здоровья, благополучия. Юлия Михайловна, ваши пожелания. Хотелось бы пожелать здоровья телезрителям, радиослушателям, пожелать здоровья, благополучия вам, вашим близким. И будьте все-таки внимательны при обращении за медицинской помощью, берегите и встаньте самым первым стражем на охране своего здоровья. А мы вам в этом поможем и будем защищать ваши интересы. Рислав Тольевич. Ну, конечно, хочется пожелать самое главное, это всем здоровья. Поменьше обращаться к нам, в наши медицинские учреждения, заниматься физкультурой, спортом, тем более сейчас много фитнес-залов, возможностей. И, уважаемые телезрители, не забывайте, что если вам кто-то звонит по телефону и предлагает какие-то услуги, то у вас есть возможность, во-первых, ваша страховая организация позвонить, проконсультироваться, лицензирована ли это, медицинская ли это организация. Имейте в виду, что туда, куда вы придете без консультации специалистов, вас, безусловно, будут психологически обрабатывать. И самое главное, вот таких вот квази-организаций, это взять у вас деньги, но не дать вам здоровья. Поэтому будьте бдительны и осторожны. Всего вам хорошего. Итак, коллеги, большое спасибо. Всем нашим уважаемым зрителям и радиослушателям хочется пожелать здоровья. Мы будем находить ответы на интересующие вас вопросы. Будьте с нами. Это была программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин